Привет, меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать в Школу Эмоционального Интеллекта. Сейчас ты посмотришь один из разборов кейсов моей программы «Точки роста». Очень внимательно посмотри. Это достаточно важный кейс для многих невротических расстройств, да и в целом для тех, кто хочет научиться управлять своими эмоциями. Прежде чем ты посмотришь кейс, я хочу пригласить тебя на 15-й сезон, который будет заниматься состоянием спокойного присутствия или эмоциональным интеллектом в невротических расстройствах, а именно будет учить тебя делать паузу между стимулом и реакцией. Это первое. Очень важно научиться в эмоциональных расстройствах управлять своими эмоциональными состояниями. Очень важно понимать, почему мы создаем тревогу, относительно чего. У каждого из нас есть убеждение, у каждого из нас есть какое-то мировоззрение, у каждого из нас есть какие-то должествования, оценочные суждения. Да, это важно при эмоциональной коррекции, но это не создает неврозы. У меня в 20-е годы были панические атаки, это что получается? У меня в 20-21 не было должествований? Были. Мы выйдем сейчас на улицы любого нашего города, и вы у каждого человека увидите должествования, оценочные суждения, но вы не увидите у них неврозов. Чтобы понять, что такое невроз, надо понять, что такое сверхценные человеческие потребности, что такое компенсаторные тактики и стратегии, понять, что же, собственно говоря, идет не по плану, или что перестало реализовываться, и реконструировать систему отношений человека так, чтобы он смог опять работать, как часики, без высокого градуса, без высоких эмоций. Именно об этом на 15-м сезоне. Ссылка в описании. Ну, а сейчас смотри разбор кейса. Это подарок для тебя и для всех моих зрителей. Спасибо. Юля? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Нормально? Да, меня слышно. В смысле, вас слышно, а меня? Вас слышно хорошо. Если будет фонить, то вам надо будет выключить этот самый звук в вебонаре. Окей. Я выключу. Я с телефона, я, получается, сейчас вышла из чата, а я не вижу, что он в эти пишут. Я надеюсь, что шумы на улице не мешают. Вам не надо видеть, что они пишут, вам надо просто со мной поговорить. Так, Юля, да? Да. Юля, сколько вам лет? 31. 31. Вы у нас были на каком-то сезоне? Да, вот только что, на 14-м закончила. Супер. Вот ваша жалоба. Болезненная потребность быть услышанной, понятой, поддержанной, одобренной и востребованной. Что вы вообще об этом думаете? И что не получается? У меня отношения, получается, как бы, может быть, это токсичные отношения, может быть, отношения, которые я неправильно строю в связи с какими-то своими неправильными установками. Ой, я сегодня весь день что-то плакала, извиняюсь за свой отражающий голос. Просто я очень волнуюсь и рада, что вы меня выбрали. А что для вас... Подожди, а что для тебя... Давай на «ты», хорошо? Давай. А что для тебя означает, что я тебя выбрал? Ну, я просто видела, ну, сколько желающих, когда я писала. А что для тебя означает, что я тебе... Ну, что у меня есть шанс разобраться в своей ситуации. Я понял, а что для тебя означает... У меня есть шанс разобраться в своей... Извини. А что для тебя означает, что я тебя выбрал? Юль, ты меня слышишь? Я слышу, но я понимаю, что у меня с отставанием идет запись. Я сейчас не в России, далеко, может быть, поэтому... У меня, в принципе, и в чате все тексты, которые я видела, были с большим отставанием, когда ты писал красным текстом. Я получала задержку где-то, не знаю. А ты сейчас в скайпе разговариваешь? Тоже с задержкой, да? Угу. Что для тебя означает быть выбранной для разбора? Вот ты говоришь, я нервничаю. Что для тебя означает быть выбранной? Для меня означает быть выбранной, что у меня есть шанс разобраться в своей ситуации. Боже мой. А что для тебя лично это означает, что я тебя выбрал? Юля, у нас есть некоторая сложность со скайпом? Я не знаю. Я разговариваю с телефона, и я тебя слышу хорошо. Хорошо. Давай еще раз повторю вопрос. Что для тебя означает, для тебя лично, что я тебя выбрал? Ну, боже мой. Это я уже слышал. А что мешает ответить на вопрос этот? Для меня очень важно, что сейчас в моей ситуации найдется человек, который мне поможет. То есть для тебя это означает, что тебе оказали поддержку? Да. Мне не хватает поддержки, действительно. Мне недостаточно людей в жизни, которые бы мою ситуацию поняли, услышали. И дали, может быть, правильный совет. Хорошо. Расскажи мне, пожалуйста, что ты поняла благодаря 14 сезону, и что это за жалобы, и что бы ты от меня хотела? Болезненная потребность быть услышанной, понятой, вот видишь, опять же, поддержанной, одобренной и востребованной. Можешь как-то сформулировать это своими словами? Что тебя ко мне привело? Я разобралась, что у меня есть установки, которые мешают мне в жизни. Я, может быть, слишком критично к себе отношусь или требую от людей многого. И в то же время я в своих отношениях вроде как работаю над ними. Я слышу себя однажды. Ты уверена, что ты выключил трансляцию вебинара? Давайте я выключу ее сейчас вообще вот так. Алексей? Я же попросил тебя выключить трансляцию вебинара. Так я выключила ее из телефона. А сейчас слышно меня хорошо? Да, меня. Слушай, ну прости меня, пожалуйста. Я вроде бы все сделала. У меня телефона два дня. Что у тебя телефон? Что ты сделала? Телефона два дня. Просто я еще не со всеми кнопками разобралась. Я вроде бы все прочитала, все предусмотрела. Но мне твой голос кажется знакомым. Мы знакомы с тобой? Нет, нет. Ну, только что я на тебя в Инстаграм подписана. И в чате пыталась писать что-то, когда занятия были в сезоне. Но мы там не общались. У меня просто есть клиентка тоже Юля. У нее очень похожий голос. И примерно такая же проблема. Да, нет, это не я. Хорошо, ладно. Так, сейчас лучше меня слышно? И ты меня слышишь нормально? Замечательно, да. Супер, давай тогда заново поехали. Юль, что ты поняла на 14 сезоне? Что тебя ко мне сегодня привело? Чем бы я мог быть тебе полезной? Про поддержку мы сейчас дальше продолжим. Мне просто было важно этот вопрос первый задать. Расскажи своими словами, что ты думаешь, в чем проблема? У меня очень много сдавленных чувств и эмоций, которые в отношениях, получается, мне не удается озвучить в силу разных обстоятельств. Я очень долго их в себе коплю, чтобы, может быть, стрессовые какие-то конфликтные ситуации сгладить или вообще их не создавать. И получается, что я загналась вот этими эмоциями. И потом запуталась в отношениях, правильные они или неправильные. То есть возник внутренний конфликт, быть вместе, не быть вместе. И потом вышла к фенбром. На фоне всяких своих заболеваний все раз получила вот это отсутствие поддержки. Меня не слышали, меня не понимали, говорили, что я прикидываюсь или не обращали особо внимания на мои жалобы. А что за жалобы были? Я же не знаю ничего. А, ну я просто поняла, что ты не сильно любишь про жалобы, потому что это все так... Нет, мы разбираем кейс, я должен с тобой... Нет, мы разбираем кейс. Что были за жалобы? Хорошо. Коротко о себе расскажи. Что это были за жалобы? Редко начались головопряжения, я была просто как будто пьяная. Ехала на работу, я чувствовала, у меня трясло, тахикардия. Ну, в принципе, вот эта такая внутренняя тревожность, она уже раньше присутствовала, но я могла связать с учебой, я заканчивала университет. Вот я вообще такая любительница себя загнать, ну, не перфекционистка, но хочу, чтобы всем угодить, чтобы всем полюбили. Ко мне приезжали родители, но я живу не в России, ко мне не приезжали, мы увидимся крайне редко. И когда они приехали, я старалась организовать все намного, ну, как можно идеально. И как бы вот такую отдачу не получила, все приняли это как должно, а я потом такая ходила забитая, что вот я так старалась, столько денег потратила, столько времени, отпуск вообще, ночами не спала, на трех работах работала и как-то отдачи не получила. Ну, это был такой период тахикардии. Потом прошло. То есть Валера не оценил, да? Ну, самое главное, даже не Валера, у меня какие-то люди там по барабану, мне было обидно, что это близкие люди, с которыми я редко вижусь, для которых я стараюсь, когда я приезжаю в Россию. Ну, никто как бы сильно там не вытаскивает. Хорошо, я тебя понял, а расскажи мне про свои жалобы, с чего все началось, в каком году и после чего, и как, наверное, развивалось. Я хочу просто понять всю картину сначала в совокупности. Ну, история болезни звучит так. В таком-то году или тогда мне было столько-то лет, я начала чувствовать себя так-то. Ну, начну вот с самой последней свежей, то, что вот синдром синдромович прям был конкретный. Начались головокружения в мае прошлого года. Я, получается, полгода как работала. А до мая 18-го ничего не было? Ну, до мая 18-го, получается, в январе ко мне приезжали мои родственники. Вот этот был период. До этого я пошла в школу вождения. Там у меня тоже мой инструктор очень эмоционально был. Меня трясло. Ну, я это как бы не беру во внимание. Трясло и трясло. А вот прям синдром, когда голова кружилась, когда... Трясло тебя почему? Ну, я боялась накосячить за рулем. Он всегда меня оскорблял. Он не мог подбирать правильные слова. Плюс я себя чувствую всегда иностранкой. Такое, может быть, что-то неправильно сказала. Стараюсь подобрать правильные слова. Начинаю заикаться и все, короче. И руки трясутся, а он еще на меня орет. Не могу вот выносить, когда люди на меня кричат. Не могу прям подобрать правильную реакцию на это. Как-то промолчать. Или вот даже сейчас рассматривать варианты идти в веер. Он не так подумал. А даже если он меня ненавидит и что с того... Короче, ну не совсем я могу вот в ситуации, когда люди на меня кричат, с собой усовладеть. А что происходит в этот момент? Начинаю заикаться. Ну, не заикаться, а как бы слов не хватает. Подобрать именно то, что в принципе я... Я понял, но ты испытываешь эмоцию. То есть страх или гнева? Гнева, скорее всего. Гнева? Да. Страх, ну, может быть, в зависимости от ситуации, может быть, в зависимости кто. А когда на тебя инструктор кричал... Подожди, когда на тебя кричал инструктор, ты испытывала гнев, а одновременно еще что? Какую эмоцию? Обида, раздражение, наверное. С одной стороны гнев, а с другой стороны обида, да? А расскажи, почему гнев и почему обида? Обида, потому что я-то стараюсь, я же молодец, я и это сделал правильно, и тут сказал правильно. Но аргументации мне не хватает в этих ситуациях стрессовых преподнести это все так, чтобы человек меня понял. И получается, что все такие конфликтные ситуации заканчиваются тем, что я замолчу, уйду в себя таким образом. Подожди, а гнев почему? О гнев, потому что... Ну как так-то? Я же права или... Ну, я же все объясняю, допустим, если это в конфликте с моим парнем. Он меня не понимает. Если я на работе злюсь в каких-то таких ситуациях, я уверена в том, что я права. А мне пытаются доказать, что я верблюд. То есть, с одной стороны, ты говоришь, я права, я молодец, и ты требуешь, и ты гневаешься. А с другой стороны, ты обижаешься, потому что, ну как же так, я же все-таки молодец, я же права, но ты при этом молчишь. Нет, не сразу молчу. Молчу, когда у меня уже потом эмоциональный уровень настолько поднимается, что вот в данной ситуации мне начинает голова опять кружиться. Но ты споришь в этот момент с людьми или нет? Что? Ты в этот момент с людьми споришь, дискутируешь? До какого-то момента, да. А потом что происходит? Когда я еще считаю. А потом замолкаю скорее, потому что не вижу больше необходимости доказывать, что я не верблюд. Есть другие способы доказать, если это нужно доказать. А если доказывать не надо, то я расстал. Я понял, я тебе сейчас... Супаска не разрешена в очередках. Хорошо. Я тебе сейчас такой вопрос задам, а ты первое, что придет в голову, ответь мне. Вот эта история девочки маленькой, я не верблюд, я не буду доказывать, что я хороший, это на что похоже? На какую ситуацию? Что я не буду доказывать? Или наоборот, что я буду доказывать? Что я не верблюд. Я не буду доказывать, что я не верблюд. Это на что похоже из прошлого? Не знаю, мне наоборот в голову больше приходит ситуация, когда я всем доказывала. Что доказывала? Может быть, я с папой, допустим, очень часто спорила, когда видела, что он не прав, когда пыталась, допустим, маму защитить. Я там с пеной у рта доказывала. Что? Может быть, из этой ситуации, что он ведет себя, допустим, неправильно, что он повышает голос на маму. Ну, вот это все с повышенным голосом 100% от папы. А зачем тебе нужно было доказывать, папе, что мама хорошая? Я видела несправедливость. Вот, кстати, это тоже очень важный момент, что у меня повышенное чувство справедливости, если я вижу не только по отношению ко мне, а по отношению к моим близким или на рабу. Кто-то себя жестоко, по-свински, неблагодарно. Я, если нужно, могу прокомментировать это, где-то у меня получается, где-то я киплю внутри, потому что думаю, как-то... Но кипишь ты как раз-то, скорее всего, из-за несправедливости, и, во всяком случае, ты так считываешь, что это несправедливость. Да, скорее. Это правильно ты сейчас сделал вывод, что это вот смесь гнева и обиды, это вот и есть несправедливость. Ситуация связана с справедливостью. То есть получается, что мы с тобой выявили одну историю такого момента, эмоционально генерирующего, что ты считываешь ситуации как несправедливые. Несправедливые. Да, молодец. Спасибо. Считываешь ситуации как несправедливые. А теперь у меня к тебе вопрос. А что маленькая Юля считывала всё детство как несправедливость? Где ей хотелось и плакать, и злиться одновременно. Ведь несправедливость это красная нить всей твоей невротической жизни. Да, да. Все твои эмоции, всё, что подожди, не спеши. Все твои эмоции, все твои вот эти всплески, где-то подавленные, где-то нет, они же все про одну историю про несправедливость. Это что такое? Про несправедливость, про маленькую Юлю. Юлечки, Юли, это где-то лет 7-8. Что приходит в голову? Ну, я хотела всегда быть звездой. Папа, мама мне, ну, как родители рассказывали, что в детстве заметила мои желания там быть везде на сцене, на стульчике и так далее. Он побоялся, что из меня вызвастет какая-нибудь FIFA и может быть как-то тормозил. И я всё равно потребность это ощущала. Кто такая FIFA? Ну, это вообще моя кошка. Кошку зовут FIFA, но так девочек вызывают, которые там выдерга такая, ведёт себя, может быть, на показ вызывающе. А кошку ты назвала FIFA потому, что ты хотела папе показать, что ты всё-таки FIFA, да? Нет, не совсем. Может быть, это бы Фрейд объяснил и так. Вообще, у меня подружка Соня, и она была маленькая, она называлась Фифийка. Она сказала, мне понравилось, думаю, назову-ка свою кошку как бы Соня, но не Соня, потому что Соня это слишком распространённое имя для кошки. Пусть будет Фифка. И она у меня Фифка. Хорошо, давай отпустим эту историю про твою Фифу. У меня к тебе другой вопрос. Давай следующий момент, о котором я тебе говорил. 7-8 лет, девочки, ты ушла с этой темы. Тема несправедливости чьего-то поведения, это что за история? Я всегда хотела сиять, наверное, а мне крылышки как бы обрезали, или я ощущала, может быть, что другие в чём-то лучше. Я тоже неплохо, но мне как бы тормозят. Я всё равно старалась себя проявлять, но пошла потом по другому пути. Всё равно засветилась, грубо говоря, из своего класса, из своего окружения. Может быть, это. Иначе справедливости. Единственное, только отношения папы, может быть, если он не заслуженный за что-то, ругал. Вот тут можно поподробнее? Трудкий папа просто был очень. Поподробнее можно про то, что папа ругал? Он был учителем в школе, и мне сюда прилетало через пять минут после того, как я что-то сделала. Мы с учителем шли сразу же к нему и жаловались, без разницы, оценка, или я была невнимательная, и ворон читала такое. В принципе, какие-то сильно яркие моменты. девочка чувствовала, когда я прилетала от папы, когда на нее пожаловались родители? На нее пожаловали учителя? Что она чувствовала? Мне было стыдно, потому что я папу подставляю в школе. Все дети-учители должны быть образцово-показательными. Я, в принципе, потом ей устала. Просто пока я ей устала, я так вот рвала, чтобы быть отличницей, чтобы быть лучше всех, чтобы... Мне не разрешают танцевать, но я пойду в музыкальную школу. Смотри, Подожди, быть отличницей, быть лучше всех, быть услышанной, быть понятой, быть поддержанной, быть одобренной, быть востребованной. Вообще капец. Это для чего все? Наверное, самооценку поднять. Я вроде как себя-то люблю, ценю, но мне... Я-то только себя это получаю, это ценю, а со стороны то же самое не всегда получаю. Получается диссонанс. Ты очень хорошо съезжаешь с моих вопросов. Еще раз. Я могу... Быть услышанной, быть услышанной, быть понятой, поддержанной, быть правой, быть хорошей. это для чего? Тебе. Ты мне рассказываешь, что ты потратила столько денег, приезжают родственники, они не оценили. Ты мне рассказываешь, что всю жизнь бегаешь и прыгаешь для того, чтобы быть хорошей и оцененной. Что тебе это дает? Зачем? Наверное, самооценку или как я тут писала? Для того, чтобы свое самолюбие, может быть, как-то приподнять. А что ты ждешь от людей в обратную связь, когда ты вот так интенсивно начинаешь стараться и быть хорошей, а не обратно? Что должны тебе дать? Ну, как минимум, не негатив. То есть, ты делаешь все хорошее и стараешься, чтобы они тебе в обратку дали любовь? Угу. То есть, ты научилась именно так любовь зарабатывать? Выглядит так. То есть, и вот это твоя сердобольное старание, оно для того, чтобы тебе обратно прилетело комплименты? Ну, да. Скорее всего. Ну, или как минимум, чтобы у меня с людьми складывались там теплые отношения, чтобы не было конфликтной ситуации, чтобы было все как бы коллективно. А как ты думаешь, люди, они вообще как бы понимают, что ты вот все это делаешь, чтобы они тебе сказали, чтобы они тебе дали обратку? Вот они видят весь этот ворох твоих эмоциональных стараний для того, чтобы они обратно тебе что-то отдали? Они это видят? Нет. Я потом маме рассказывала, после того, как я прослушала миллион всяких записей своего канала, что я там немножечко разобралась, вот что мне именно не хватает востребованности какой-то, что ли. Одобренности. Одобрения, да. И что ты сказала маме? Ну, мама сказала, что ну, я потом поняла, что такое говорить не нужно было, возможно, маме, она сразу же подумала, вот я плохая мать, вот мы тебе не додали любовь. Подожди, с тобой достаточно сложно вести диалог. Во-первых, не торопись, не суетись. Ты не отвечаешь на мой вопрос, ты рассказываешь что-то свое. Вот что-то свое рассказываешь. Давай вернемся к моим вопросам, окей? Да. Спасибо. Вот ты все это делаешь, все вот это вот старание сердобольное, для того, чтобы получить обратно что-то для себя, а потом обижаешься, называешь это несправедливостью, когда они так не делают. Ну, в какие-то моменты да. Несправедливость, у тебя гнев и обида. Ты же, я так для вас стараюсь, так для вас стараюсь, а вы берете засранцы и не отплачиваете мне той же монетой. Ну, здесь, наверное, больше дело касается родственников. Чужие люди, они мне по барабану. тогда поясни мне, сейчас мы переходим к твоей жалобе. Проблема, ты пишешь, болезненная потребность быть услышанной. Ты считаешь, это не проблема. Что такое болезненная потребность быть услышанной? А кто тебе сказал, что тебя должны слышать вообще? Что же потребность быть услышанной? Это, смотри, я делаю все, чтобы вы меня, сука, услышали, поняли, похвалили, одобрили, по голове погладили. И если вы этого не сделаете, я на вас обижусь. И еще вы не правы. Отчасти да, но я боюсь опять ехать с тем. Но ты пишешь заявки на консультацию, проблема, болезненная потребность быть услышанной, понятой, поддержанной, ты заявляешь это как проблема. Да, особенно болезненная она в отношении близких людей, и вот в личных отношениях. Если это коллеги или какие-то люди посторонние, тогда это очень неприятное чувство дискомфорта и желание доказать, что я классу. Хорошо, что ты от меня хочешь, если ты понимаешь, что это болезненная потребность, что это стратегия получения взаимности, и если ты ее не получаешь, ты называешь это несправедливостью. Тогда что от меня требуется? Модель по какой схеме вот это все разгрести или это все это что? Это все это что? Вот это требование от людей осознанное или неосознанное давать то, что мне не достается. Даже если я... Как разгрести требование от людей? Мое требование к людям. А как ты предлагаю представляешь себе схему, как перестать требовать от людей? Ну, вот та схема допустим с веером, с недопущениями, а даже если... Схема с веером это схема с логикой и схема с критическим мышлением. Критическое мышление здесь можно применить очень просто. А должны ли люди соответствовать моим ожиданиям? Ты что об этом думаешь? Я думаю, что было бы неплохо, если бы не соответствовали моим ожиданиям. Но я понимаю, что такого не может быть, и возможно они не могут, не хотят, и всякие там варианты, и мне нужно принимать их такими, какие они есть, и не ждать от них ничего. Но эмоцию свою при этом погасить не могу. Нет, ты не можешь эмоцию погасить, ты не можешь погасить требования. Ты требуешь, чтобы тебя услышали, ты требуешь взаимности, ты требуешь, чтобы люди относились к тебе так, как ты хочешь, на основании того, что я же для вас хорошая, ты же вот я же папа нормальная, я же молодец, я же вас пригласила, я же стараюсь, и вы должны отплачивать мне взаимностью. Ты требуешь. Это вопрос того, что ты просто продаешь эту любовь. Ты говоришь, я вот вам дам вот это, а вы мне должны в ответ дать то, что мне нужно. А должны ли люди давать тебе в ответ то, что тебе нужно и то, что ты требуешь? Ведь твои родственники вообще могли не заметить то, как ты вкладывала в эту встречу. Для них это может быть само собой разумеющееся. Во-вторых, они могли просто не заметить, что для тебя это так важно, и откуда они должны вообще это знать, в принципе. Ну, так получилось, получается. Да так не получилось, так всю они живут. Ну, и ты всю жизнь требуешь, и ты всю жизнь несправедливости живешь. А теперь внимание, вопрос. 2018 год, май, начались головокружения. Что происходило в твоей личной профессиональной жизни, где начались эмоциональные моменты, что ты такая молодец, а все такие дебилы вокруг? Я была оперирована в мае, и вот после того, как я находилась дома несколько недель на больничном, мне было, правда, очень плохо, я отходила от наркоза долго, и там послеоперационной всякие дела, мой парень ну, как шуточки такие бросал, в смысле, что, ну, вообще отпуск, что-то тут жалуешься. И вот это вот несправедливость. Не понял, что фоточки бросал? Шуточки. Какие шуточки? Ну, что, я, я как бы дома лежу, постоянные процедуры должны делать, мне реально было плохо, я поэтому не ходила на работу, а он говорил, ты же... Тебя не жалели так, как ты хотела? Он даже вообще не вникал в... Тебя не жалели так, как ты хотела? Да, ну, да, получается так. А что ты съезжаешь с правды? Потому что там не речь о жалении, о том, что он вообще не вникал в суть проблемы, чем я была. А он должен вникать в суть твоей проблемы, как ты считаешь нужно? То есть, он должен вникать был, исходя из каких твоих ожиданий, что он должен был подойти, взять карточку анализов, сидеть у изголовья, каждый час манять тебе подгузник, то есть, это бы ты считала, что это увлечение? Выходит, так. Ну, получается, он вообще не задавал никаких вопросов, я чувствовала, что ему по барабану, больная или не больная, плохо мне, неплохо ли. Он, вот. А теперь послушай меня внимательно. Ты вот была на 14 сезоне, и вот у тебя есть мысль, если парень не спрашивает какие-то вещи и не интересуется теми деталями, которые я считываю интересом, значит, ему неинтересно. Почему это убеждение неверно? Потому что это должествование и это мое убеждение. Нет, это убеждение не неверно, потому что это должествование. С точки зрения критического ума, логики, интеллекта, почему это убеждение неверно? Потому что он не обязан проявлять интерес именно таким образом. Нет. Продолжи. Он не обязан был проявлять интерес именно таким образом. Да, у него другие способы проявления заботы. Он молча принес стакан воды, купил продуктов, что-то там сделал. Но именно эмоционального. То есть то, что он принес воду, купил продуктов, и то, что он делает как-то так-то, так-то, так-то и так-то, это для меня не считывалось как забота. Да. Ну, как бы я это, наверное, не то чтобы как само собой разумеющееся, но мы уже долго вместе. Вот давай здесь ставить точку. Вот ты сейчас сказала «да», и это было правдой. Беда твоего кейса заключается в том, что у тебя есть собственное понятие, что такое забота о тебе и как она должна к тебе преломляться. Какое количество воды, еды и вопросов должно преломляться, чтобы ты сказала «да, окей, подходит под заботу». И это самое касается и всех остальных событий. Ты ходишь с твоей истерической концепцией «как меня должны любить?» И с чек-листом ходишь и проверяешь. О, не любят. Недостаточно внимательный. Так, вопросов не хватило, значит не любят. И ты на основании вот этого постоянного сравнения, как оно должно быть, чтобы тебя типа любили, всё время ты не достигаешь этого, потому что в реальности люди ведут себя с тобой так, как они умеют. Потому что у твоего парня, у окружающих людей собственное детство, собственные убеждения, собственные взгляды, собственное состояние здоровья, собственные какие-то выборы, амбиции, позиции. И они вовсе не обязаны соответствовать твоему пункту под названием «что для тебя означает любить» и «что для тебя означает заботиться». Для одного человека заботиться – это сидеть 24 сутки у кровати. А у другого человека заботиться – это, в принципе, позвонить один раз в день. А у третьего человека заботиться – это принять стратегически главное решение, остальное не его проблема. Например, есть такие мамы, которые говорят «я заботюсь о сыне, и я 24 часа сутки с ним попу подтираю». А есть мамы, которые говорят «для меня главное – это обеспечить ему базовое образование. Я накопила 50 тысяч фунтов, чтобы отправить его в хороший институт. Вот для меня означает забота. Всё остальное для меня не так значимо». Я не говорю, кто прав, кто виноват. Я говорю о том, что у каждого понятие забота, любовь – это собственное определение. Для тебя «меня любят» тогда, когда… И у тебя пошли, сука, список. Что должен человек говорить, как он должен делать. Ты мне говоришь, он приносил мне воды, он приносил мне продуктов, он делал то-то. Но этого было, мать его, недостаточно, чтобы я подумала, что он достаточно меня любит. И вся твоя беда, твоего кейса – это болезненная потребность, чтобы твои ожидания и твои представления соответствовали действительности. Проблема в том, что ты никогда не будешь спокойной. Потому что вот твои представления, а реальность, она очень разная. И ты пытаешься людей впихнуть. Тебе даже не стыдно, потому что твои родственники приезжают, и ты вышла к ним со списком и говоришь, «Так, ты, сука, должен сказать мне вот эти слова, вот вы должны все меня обнять вот так, и потом ещё сделать вот так. Тогда я подумаю, что вы меня любите, и вы оценили мою организацию нашего приезда». Но они проявили себя так, как они хотели, так, как они могут, так, как для них показалось нормальным и достаточным. Ты говоришь, урода, блядь, не любят. Ты подумай, я такая несчастная вообще. Несправедливый мир, люди! Тебе как вообще от этого требования? В этот момент я не предъявляла как бы список, как ты говоришь, или метафоры, я понимаю. Мне, наверное, этого хочется, потому что я с таким выросла, или считаю это нормой, потому что это из моего дикта, из моих, допустим, отношений родителей между собой, или с моими какими-то близкими людьми. А сейчас у меня этого нет, и поэтому я этого ищу. Это что делать-то? Ну, а как ты думаешь, что делать-то? Понятно, что я людей не поменяю. Мне это больше всех нравится. Понятно, что я людей не поменяю. Окей, если ты людей не поменяешь, то что можно поменять? Если что, это Red Bull, это не виски. А то мне тут один клиент говорит, Леш, нормально, это Macallan там херачишь. Это не Macallan, это Red Bull. Людей ты не поменяешь. А что ты можешь поменять? Ну, свои ожидания скрутить, не требовать от людей. А для тебя это будет пипец как тяжело? Для людей, которые мне не близки, там, коллеги, все такое. Я над этим стараюсь работать, и у меня, в принципе, получается. Я раскладываю варианты, что могло означать поведение того или того человека, потому что они мне чужие. А вот именно меня слишком задевают близкие люди, друзья. Юля, ну пойми меня правильно, сейчас и услышь меня. Какого хера ты имеешь право требовать от твоих близких людей, чтобы они любили тебя именно так, как ты хочешь? Только на основании того, что они твои родственники? Да они тебя нахуй могут все вместе послать и иногда правильно сделают. С твоими требованиями. И порой тебе бы нужно, чтобы тебя посылали нахер с твоими требованиями. Неважно, кто это. У меня к тебе вопрос. Так они не знают, что это мои требования. У меня к тебе вопрос. А с чего ты взяла, что твои родственники должны удовлетворять твоим потребностям? Только лишь на основании того, что они твои родственники? В той ситуации у меня таковое требование было, или как сейчас мы сформулировали, что это было требование, ожидание. Потому что мы видимся, это была наша встреча раз в семье. Ну и сейчас не про эту встречу, мы сейчас в целом говорим. На основании чего ты требуешь? Я могу по конкретной той ситуации только сказать. Мне не нужно этой ситуации. Я хочу задать тебе вопрос. На основании чего ты требуешь, чтобы твои родственники удовлетворяли твоим потребностям по том, как им надо себя вести. На основании того, что я видела в детстве, считаю это нормой. А почему сейчас не так, когда мы выросли? Вот и всё. Вот ты и ответил на мой вопрос, который я тебя ждал. У тебя не получается диспот в когнитивной терапии, потому что ты этого действительно требуешь. Потому что ты действительно считаешь это нормой. И это и есть твоё верование. А теперь послушай меня очень внимательно. Есть в эмоциональном интеллекте такое понятие, и в когнитивной терапии в частности тоже, как верование и как убеждение. Многие люди путают верование и убеждение, и немножечко думают, что это одно и то же. На самом деле это не так. Когда ты испытываешь эмоции к своим просто людям, скажем так, коллегам, которые не являются своими родственниками, у тебя есть убеждение, что они должны соответствовать твоим ожиданиям. И когда это убеждение, убеждение основано на ошибочной логике. И вот там как раз тебе вера помогает. Ты говоришь, ну с чего я взяла? Что может быть у него было такое лицо, потому что у него что-то болит, а потому что это. И там более-менее неправильная логика, потому что убеждение – это ошибка логики прежде всего. Ты более-менее можешь с собой договориться, потому что ты понимаешь, что ты перебарщиваешь, что это нелогично, что это непроверяемо и так далее. Но когда речь идёт о твоих родственниках, у тебя там не убеждение, у тебя там искреннее, вот ты сейчас это сказала, честное, кристально прозрачное верование, что это норма. Да. И никто это не вылечит. И никогда. Нельзя вылечить верующего человека. Все хочу, чтобы меня услышали очень внимательно. Нельзя вылечить верующего во что-либо человека до тех пор, пока он эту веру сам не захочет утратить. Убеждение диспутировать можно, опровергнуть убеждение можно, но если человек верует, что это норма, никакой диспут с этой верой не справится. Вы вот знаете искренне верующих, например, православных людей? Они когда искренне верят, ты можешь с ними очень много диспутировать о доказательстве, о материальности, о какой-то там ненаучности. Они будут кивать и говорить, мы все равно верим. И сократический диалог, эмпирический диалог не прокатятся этими людьми в принципе, потому что это верующие. Вот ты верующая. Ты веришь в то, что требовать от окружающих, близких тебе людей, это норма. На основании того, что в детстве так было. И если ты считаешь, что в детстве так было, и требовать сегодня это норма, никто и никогда это не изменит. Единственный твой шанс, если мы говорим локально про эту заявку, с этим побороться, это подвергнуть даже не диспуту, а критическому сомнению ума вот эту историю. А действительно ли я имею право, и действительно ли норма требовать, чтобы эти люди относились ко мне так, как я хочу, только на основании того, что в детстве мне понравилось, как они соответствовали моим ожиданиям. Это невозможно исправить с точки зрения упражнений. Это возможно только задаться вопросом. Верую в они я. И вот тут-то как раз когнитивная терапия делает очень большой фейл. Потому что дальше она не шагает в этом смысле. Или Альберт Элис шагнул. Он задает следующий вопрос. Окей, ну, Аарон Бэк там из Джудит, это одна история. Элис был больше к эмоциональному интеллекту современному. Потому что эмоциональный интеллект объединяет себе когнитивную терапию как часть метода. Но помимо когнитивной терапии там еще много чего другого интересного есть. И вот я задаю тебе вопрос. Как вылечить пациента, который верует? Единственный вопрос, который я тебе под конец задам. Что ты получаешь от твоего верования? Ты получаешь спокойствие? Нет. Ты получаешь телесное благословение, телесная какую-то благодать? Нет. Ты получаешь позитивные эмоции? Нет. Ты получаешь здоровье? Нет. Тогда получается, что от твоего искреннего верования ты получаешь только негативное состояние. Возникает вопрос, будешь ты в это верить или не будешь ты в это верить? Выбор твой. Но если ты будешь продолжать в это верить, что это норма, то ты будешь подписываться сама под свои эмоциональные и физиологические проблемы. И если ты под это подписываешься, ни один терапевт за это не будет браться, потому что ты сама хочешь в это верить. Леша, можно вопрос? Да, и мы закончим. Да. Вот если касаться отношений, если у меня вот такие верования настолько прочные, что мои отношения должны выглядеть вот так вот, или у меня какая-то там сказка нарисована, и я вот ее, получается, не имею сейчас, хотя я критично вроде как некоторые вещи закрываю на это глаза и эмоционирую, но вот есть вещи, которые для меня, ну, как базовые, и я их... Не базовые, а норма являются. Они для тебя являются нормой. Да, да, да. Ну, верования, нормы, вот это всем. И я вот не могу без них, получается, меня прям коребят, если я этого не имею. Стараюсь разговаривать, рассказывать, что у меня на душе, почему бы мне этого хотелось, с чем это связано. Ну, как бы человек не понимает, не слышит, потому что у него другое детство, и он не может меня понять, мы вообще с разных планет, получается. Если мне до сих пор не получилось донести, я ему лысо, он не бритто. В итоге выход из этой ситуации какой? Что я могу просто, ну, либо дальше терпеть и закрывать глаза, но я со своими эмоциями все равно не поборю, некачественности могу побороть. Либо мне тогда нужно расставаться с человеком и освобождать его от вот такого требования. А что будет потом, если ты с ним расстанешься? Ну, в том-то и дело, у меня потом начинается страх, почему я до сих пор и не смогла сделать этот шаг, что, ну, такого не будет. У меня были отношения? Нет, смотри, этот человек любит тебя по-своему. Да. Он по-своему тебя любит, он по-своему старается. Я больше, чем уверен, что он старается для тебя достаточно, просто ты этого не оцениваешь. Нет, нет, он правда очень старается. Я знаю, что он правда очень старается, я также знаю, что ты это никогда не оценишь. Потому что ты из тех людей, для тебя можно убиться и оставить здоровье, и мужское, и психологическое, но ты никогда этого не оценишь. Знаешь почему? Потому что у тебя в голове стоит то, как надо. Вот если ты себе нарисовала в голове, как должно складываться твое будущее семейное и личное, как бы перед тобой человек бы не убился, ты никогда этого не оценишь. А еще в конце ему скажешь, что ты, сука, недостаточно старался. Хотя по факту он будет из кожи вон выпрыгивать, чтобы сделать твою жизнь настолько, насколько он может. Но ты никогда это не оценишь и всегда предъявишь ему претензию, что он недостаточно делает, потому что ты нарисовала себе какую-то свою картину. И это ему надо задуматься, нужна ты ему или нет. Потому что что бы он ни делал, он никогда не допрыгнет до твоей картины. И у меня к нему больше вопрос, а должен ли он свою жизнь класть, потому что у тебя есть какие-то там ожидания. Потому что он никогда до них не допрыгнет, и он всегда будет для тебя недостаточно хорошим. Он всегда будет для тебя неидеальным, идеальным, потому что у тебя есть собственная заеба, как у твоего будущего должно выстраиваться. И мне в этой ситуации больше его жалко, а не тебя. Мне тоже его жалко. Я просто поэтому и не могу разрешить эту ситуацию грамотно. Я думала, работа над собой что-то даст. Есть ли вообще шанс? Если да, то по какой схеме? Я тебе уже эту схему сказал. Повторять я тебе ее не буду. У меня просто... Да, да. Просто у меня были отношения, видимо, я был по замужам и в разводе, и это было... Подожди, ты сама... А эти отношения были идеальными для меня, получается. Ты сама что думаешь? Вот у тебя есть определенные ожидания, определенные нормы, как должно быть. Ты сама что думаешь по терапии? Что мне нужно работать над собой. Конкретнее. Проблема в чем? Подвергнуть критическими сомнениями свои верования. Объяснить тебе, что эти верования или та картинка, которая я себе нарисовала, это не то, что должно обязательно в моей жизни произойти. Есть и другие варианты, которые тоже могут быть хорошими. и потом наслаждаться тем, что будет с моей жизнью происходить, радоваться и не требовать... А почему не так? Молодец. Я на 14 сезоне об этом неоднократно говорил, что наше представление о том, как оно должно быть, мешает наслаждаться нам тем, что у нас есть. И твоя проблема заключается в том, что ты действительно ты идешь большими шагами к большому человеческому несчастью. Потому что ты нарисовала себе, как должно быть. И ты делаешь несчастными и свою жизнь, и этого человека, который старается для тебя, как может. Но если ты будешь настолько упертый и железобетонно стоять, что должно быть именно вот так, то никто и никогда до этого не допрыгнет. И вся твоя жизнь это будет одно сплошное использование людей с попыткой примерно приблизиться к этим ожиданиям. Здесь должна быть золотая середина. Потому что есть девочки, которые вообще ничего не требуют от мужиков, и там полностью сопли одни валяются на диване. И есть девочки, которые такие, как ты, которые задрачивают свою жизнь именно в такие рамки. И никто никогда до них не допрыгнет. И эти девочки становятся красивыми блогерами и одинокими. Потому что вот эти две крайности между слишком жесткими представлениями о нормативном будущем и отсутствием требований к мужчине, вот эти две крайности, это и есть уравновешивание. То есть твоя часть уравновешивает, она у тебя очень в дисбалансе. В том смысле, что у тебя слишком жесткие понимания и верования, как должно быть. тебе нужно работать над тем, что люди близкие могут любить тебя по-своему. И тебе нужно самой вести сократический диалог и критическое мышление о том, что, но если, блядь, сука, дом за пять миллионов долларов, ну окей, ну не за десять, но за пять, ну примерно, представляешь, да? Вот у тебя в голове, что у меня дом должен быть за десять миллионов долларов. Но если обстоятельства, если объективно все сводится к тому, что он будет за пять, ну так ли это плохо? Ну если у тебя в голове нарисовано, что ты выходишь замуж, блядь, сука, я не знаю, с тремя белыми лошадьми, а лошадей не будет, ну так ли это ужасно? Для тебя что? Последняя фраза, и мы закончим. Для тебя важно жить счастливой, полноценной жизнью, или ставить галочки по тому ожиданию, которое ты себе нарисовал? Да, вместе с этим какие-то ожидания должны быть реализованы, потому что это цели какие-то. Но вот этот баланс между теми целями, которые можно сделать гибче, и теми целями, которые надо добиться, и есть эмоциональный интеллект. Посмотри, вот ты сейчас не видишь, я зрителям показываю. Посмотрите на этот логотип. Это и есть метафора баланса или уравновешивания. Шахматная фигура говорит о том, что это цели, которые должны быть достигнуты. А Будда – это метафора того, что где-то мы должны сделать, отступиться от этих жёстких концепций. Потому что наша героиня сейчас как раз является жертва вот того, что должно быть жёстко. Говорить с ней, как должны близкие, любить, как должны. У неё есть собственное понимание, что вот это норма. Она стала жертвой этой нормы. Юль, ты примерно поняла? Я примерно поняла. Только мои требования, они все эмоционального характера. Физические, финансовые – это всё мне не так важно. И это хорошо. Это значит, что в принципе гораздо проще. Потому что эмоциональные требования на основании верований поменять гораздо проще, чем верование финансового характера. Потому что финансы гораздо сложнее достаются, чем изменение убеждений. Я тебе так скажу. Финансовая сама по всей работе не требует мужика этого ничего. У меня к тебе последний вопрос. С чем ты уходишь после сегодняшней консультации? Я теперь не знаю, что делать с отношениями. Потому что найти человека, который будет мне всё это давать, я не найду. Но в то же время принять его сейчас таким, какой он есть, у меня тоже не получается. Работать над этими верованиями, а ты говоришь, что это сложно. Это тоже получается нелёгкий путь. Понятно. То есть ты уходишь со словами «я не хочу сложных путей». Нет, я вижу, что пути сложные. Я готова идти любым сложным путём, если знать, что он действительно потом будет правильным. Пока что я ходила окопами и не понимала, правильно или нет. Ну а с чем ты уходишь-то? Вывод какой? Лёша, вот честно, я тебе на душе говорю, я не могу разобраться теперь для себя ещё больше. В чём? В чём ты запуталась? Если у меня, мои требования к мужчине только эмоционального характера, у меня были отношения, которые мне делали, давали в принципе вот то, что нужно, то, что я считаю нормой. Если я сейчас отношения с ним закончу, то попытка найти что-то лучше или вот приблизительно похожее к моим ожиданиям, к моим верованиям, это будет вообще тяжело. Принять этого человека, это... я не знаю, справлюсь я с этим или нет. А ты что хочешь? Цель какая твоих отношений? Вот ты сейчас... Ты сейчас ставишь такой... Ты честнелая. Ты не похожа. Но ты сейчас ставишь такой вопрос, либо он делает так, как я хочу, либо никак. Но не похоже... Он делает, а я делаю так, чтобы нам было друг с другом легче. Тогда в чём ты запуталась? Нет, тогда в чём ты запуталась? Ты мне сейчас говоришь, Лёш, я запуталась, потому что я не знаю, что с ним делать. Либо я... Если он не удовлетворяет моим ожиданиям, тогда я ухожу, либо я остаюсь. Но остаться я не могу, потому что он не удовлетворяет моим ожиданиям. И я поменять себя не хочу и не могу. Но и уйти, как бы я не знаю. Что же делать? Что же делать? Ты... Смысл-то в чём? Ты всё хочешь про отношения. Ты хочешь быть счастливой или ты хочешь, чтобы всё было так, как ты хочешь? Нет, нет, Лёша, я хочу быть счастливой. Тогда задай себе вопрос, как я себе мешаю быть счастливой. В этих отношениях ты можешь быть счастливой? Если да, то при каких обстоятельствах? Если ответ, нет, я могу быть счастливой, только если он будет делать так, как я хочу, то у меня к нему вопрос. И он должен сейчас сесть сюда рядом, и мы у него должны задать вопрос, братан, а как тебе с ней? И если он скажет, я заебался уже, удовлетворять её потребности, которые, сука, неудовлетворение, неудовлетворимые, то вы с ним, наверное, двоём должны это решать. Может быть, он сам уже не против, и сам уже заёбанный всей этой истории твоей. Он-то что скажет на этот вопрос? Пока мы сейчас съехали сюда, где мы находимся, я проплакала, потому что именно была фраза, что он заколебался. Какая неожиданность, правда? Неожиданность вообще неожиданная. Поэтому, заканчивая нашу с тобой консультацию, я тебе скажу так, посади Колю перед собой и поговори с ним объективно о твоих ожиданиях, а Коля должен адекватно покажи ему вот этот кейс, я тебя очень прошу. А он должен адекватно оценить свои силы. Нужна ему вот эта вот история? И нет, если ты хочешь над собой работать, то ты сделаешь свои требования гибкие во имя его, потому что сейчас у тебя нет желания быть с этим парнем, у тебя есть желание удовлетворять твои амбиции. Я ни разу от тебя не услышал, что я хочу быть с ним. Я за час консультации услышал, что я хочу, чтобы было по-моему. Я не услышал ни одной фразы, что я хочу быть с этим человеком, но этот человек не такой, как я бы хотел по многим параметрам. Всю дорогу ты говорила, что они не такие, как мне надо. Исходя из этой логики, ты будешь менять людей просто по принципу не людей, а по принципу, кто удовлетворяет твоим амбициям, а кто не удовлетворяет. И печальное в этой ситуации то, что дело не в человеке, что ты хочешь быть с ним, как с личностью, ты хочешь, чтобы твои амбиции удовлетворялись. и у меня к нему много вопросов, а ему это надо вообще? Думаю, со временем уже и нет. Тогда сядьте с ним вдвоем, посмотрите вдвоем этот кейс и обсудите честно, искренне и без всяких недомолвок. Что вы мучаете друг друга, если один заебался, а другой не так, как она хочет? Есть тогда вообще шанс встретить тогда человека, который будет не подходить. Да у тебя шанс должен быть не встретить человека, который оправдывает твои ожидания. У тебя шанс должен быть твою голову поменять, чтобы она стала гибче, а не человека встретить, который будет удовлетворять твои ожидания. Ты до сих пор это не поняла? Ты будешь тогда как переходящая вагина, блядь, понимаешь, прыгать по членам со словами «Ты будешь удовлетворять мои потребности?» А ты? И ты будешь их всех мерить, насколько они удовлетворяют твои потребности. Ты про людей-то мне хоть слово скажи Ты про людей Ни одного слова не сказала, что я хочу Встретить мужчину, который будет меня любить С которым мы будем вместе Я готова работать над собой, сглаживать какие-то острые углы Где-то быть гибче, где-то быть такой Где-то ему помогать Я вообще не услышал ни разу про это Я услышал одно Я что, буду менять мужиков до тех пор, пока они не удовлетворят моих ожиданий? Да Потому что мы об этом говорили Конечно Я хочу любви И любить человека, давать тепло Любовь свою и дарить ему счастье Просто мы сейчас разбираем мой кейс В котором нету этого Идет фраза Про потребности и так далее Я поняла, что Потому что в такой концепции, в которой ты ставишь То шансов у тебя очень мало Вот в той концепции, в которой ты Ставишь, шансов мало Потому что ты будешь относиться к людям Как потребности Вот если в таком ключе рассматривать И твой парень Он действительно заебался Потому что он никогда не сможет попасть в эту историю Он всегда будет недостаточно хорош И вопрос Будет ли такой человек И будет ли ему это надо Это вопрос, конечно, философский И последнее, что я хочу тебе сказать Я бы рекомендовал тебе Больше задумываться над тем Что такое все-таки гибкость К нашим ожиданиям Потому что иначе Ты можешь действительно встретить хорошего человека Который искренне будет для тебя стараться И будет делать все, что он может Но это будет не дотягивать до твоих ожиданий И ты просто его задрочишь или сольешь Хотя парень был неплохой И вообще человек был классный И ты просто можешь слить действительно реально хороших людей Просто потому, что они не идеальны для тебя в ожиданиях Поэтому я бы выписал бы все твои идеальные ожидания И подверг бы их большим сомнением Чтобы где-то они стали более гибкими Спасибо тебе за встречу Огромное спасибо тебе Успехов Пока-пока Пока Так Ну, я чуть-чуть задержался Потому что мне показалось, что Важно прояснить Некоторые моменты, связанные с Именно вот этим кейсом Он был первый сегодня у нас в программе Что по комментариям? По комментариям он очень типичный Для Женских неврозов Для женских депрессий Потому что действительно Он очень хорошо Показывает Как мы Становимся жертвами наших ожиданий Каждый участник Сегодняшней программы Может примерить на себя Эту историю И посмотреть Насколько ярко торчащая История про негибкость Кому откликнулся кейс Может быть, вы что-то прокомментируете Спасибо большое Я вижу вашу обратную связь Спасибо Я говорил, что разбора кейсов Это очень сильная программа Просто ее, к сожалению, многие недооценивают Им кажется, что это какая-то странная история После сезона Дополнительно Но она действительно гораздо более интересная Потому что сезон Он такой немножечко Ну, он такой немножко наставнический Начетнический, да, что ли А вот кейсы живые Они немножечко вообще другие И мне очень жаль, что Не все сезона пришли на точку роста Это очень грустно Хорошо Вот самая большая проблема этого кейса Она заключается Слышали вот в чем? Самая большая проблема этого кейса Заключается в чем? Как вам кажется? Давайте немножко подискутируем По этому поводу В чем вам показалась большая проблема? Я сделал большой акцент на этом Потому что эта программа Это не рассказ про ВСД и панические атаки Понимаете? Вот эти Кстати, Юля, у меня к тебе вопрос Мы можем этот кейс выложить на YouTube? Юля, да, девушку звали, по-моему? Юля, напиши мне, пожалуйста Можем ли мы этот кейс анонимно выложить на YouTube? В виде демонстрации стандартного случая? Вот, смотрите Этот кейс, он о чем? Он о том, что это не про ВСД И не про симпатическую парасимпатическую И даже не про СМЭР Понимаете? Можем Спасибо тебе огромное Роберт, зафиксируй, пожалуйста, этот момент Вот все понимаете, что такое разбор кейсов? Почему я на YouTube показываю это? Потому что это показывает сам процесс Это не просто красивый рассказ про неврогу Про неврозы, про тревогу С слайдами, хуяйдами, понимаете? Это попытка увидеть, что стоит за симптоматикой Вы видели, что я практически про симптоматику не спрашивал? Вы видели, что я сразу пошел в основу проблемы? Потому что она обречена на хроническую вегетососудистую дистонию И хроническую тревогу Пока она будет вечно в диссонансе своих ожиданий и своих реальностей Все это поняли? Так вот, главная проблема кейса, которую вы сейчас все не отметили Это верование в то, что это норма Она искренне верит, что это норма Вот в чем весь сок этого кейса Она верит, что это норма Помните? Вот этот момент, он очень важный И вот пока человек верит, что это норма У нас будут проблемы Все, на этом разбор кейса закончен Продолжение следует...